Давай, давай, давай! Да это бы там страшно! Ты гонишь? Ааааа! Да это ли ты, если бы я параллельно ему ехал? Сделали он, ты что, гонишь? Мы testify больше, чтобы никуда не поехали. Вот моя малыша! Добро пожаловать! Да, да. А ты что делаешь? ты чё за выставил эти люди чё за выставил сейчас ты ничего не перепутал эрик ты чё делаешь ты еще ты натворил сейчас ты понимаешь что ты сделал мне ваще домой звоню на тебя буду за свое и не очень сколько те лет кто ты ничего натворил слышь шестерка шестерка мусорская шестерка ты мусорская шестерка у ты чё сделал и вообще знаешь что за тебя люди будут говорить слышь завтра завтра мы с тобой встречаемся завтра и мы с тобой общаться один на один ты понял да ты шестерка ты шестерка ты понял ты видимо тоже не понимаешь насколько ты насколько ты хуй делал ты раша отмечаешь слышишь тебя у тебя заказ у тебя заказ скажи нет скажи только я просто сейчас уничка умничка давай давай делай красиво давай Давай, ты его сейчас только рассказал, доводи до конца, не вздумай вообще к этой колеи сойти. Давай, давай, я завтра с тобой выйду на связь, давай. Привет, дорогие мои друзья, выскажусь по ситуации с Литвиным и подробно многим объясню свою точку зрения. Во-первых, я приветствую всех новых подписчиков, которые от него пришли. Я очень рад, что вы пришли, подписались и теперь будете наблюдать за тачками и за многими интересными вещами, которые я выкладываю. Значит, что касается Литвина. Вы знаете, я всегда осуждал какие-то безумные, не просто неправомерные поступки, а идиотские вещи, которые вообще делают блогеры, не отдавая отчет абсолютно тем вещам, что аудитория наблюдает за тобой. И аудитория дальше хочет, ну, где-то, наверное, подражать, где-то, наверное, быть похожим на своего кумира, за которым наблюдаем. Значит, первый раз я увидел, как Литвин сделал историю с Поршем, и я на нее посмотрел. Историю с Поршем я напомню тем, кто не в курсе. Значит, когда произошло, якобы он делает покупку машины, значит, он выбивает у официального дилера витрину и вылетает на улицу. Значит, я тогда очень четко и понятно дал всем понять и сказал, ребят, ну, как бы пранки пранками, это все, наверное, круто, люди наблюдают, смотрят, большая аудитория. Но когда ты делаешь какую-то вещь, которая может быть небезопасна для обычных людей, для обычных людей, которые ходят по улицам, ходят по дороге, то я считаю, что, ну, таких вещей делать нельзя. Есть, конечно, такая вещь, что когда тебя аудитория, ну, подначивает, говорит, слушай, чувак, давай круче, давай, давай еще круче, давай еще круче. Тебе некуда деться, ты, типа, хочешь чего-то такое исполнить, чтобы тебе сказали, о, крутой чувак. Но это не всегда правильно, это не всегда правильно. Поэтому я с самого начала сказал, ребят, ну, это бред. Нет, ты делаешь свой пранк, он не должен иметь отношение к другим людям с точки зрения опасности. Потом у Литвина была ситуация с вертолетом, она прошла по всем СМИ, и взяли чувака, приклеили к вертолету. Ну, слава богу, что этот чувак не отвалился, не упал, я так понимаю. Я не знаю, чем эта ситуация закончилась, но я думаю, что ничем хорошим для пилота абсолютно точно. Есть вещи, которые влияют все равно на все сообщество интернета. То есть, один что-то исполнил, насрал, хуй какую-то сделал, и потом создаются списки, и начинают просто, там, извиняюсь за выражение, всех блогеров, да, там, останавливать, там, все едут писать, все едут проверяться, и это продолжается. А продолжается это, потому что происходят вот эти самые поступки безумные, понимаете, да? Значит, что касаемо крайней ситуации, которую сделал Литвина. То есть, человек 13 миллионов подписчиков, огромная аудитория. Он молодежи показывает, что можно вот ехать на пассажирском сидении, да, и почему он это делает? У него отобрали права на 4 месяца, и он теперь находится на пассажирском сидении. Вот он едет на пассажирском сидении, достает пластиковый пистолет, едет машина ГИБДД, он едет, в нее стреляет. Вот вам типа. Что это такое? Он показывает это на 13 миллионов человек, своя аудитория. И смеется ему смешно. Никто не говорит, да, то есть, понятно, что МВД, там, отдельная злая сила, и я, например, как никто другой от нее пострадал. Но дело не в этом. Дело в том, что ты показываешь то, за что потом, ну, там, лишнее, там, я не знаю, там, 10-100 человек просто, ну, присядут. Они подумают, что так можно. Вот молодые парни, они подумают, ну, так же можно, ну, вот, он же так сделал, и поэтому все хорошо, и поэтому все нормально. Любой здравомыслящий человек, и многие блогеры, которые мне позвонили, говорят, слушай, ну, как бы, посмотрите, что творит, он вообще просто, ну, он вообще просто, человек уже грани просто теряет. Я хочу сказать, что это абсолютно ненормально, и вот именно из-за таких выходов потом происходят, страдают все остальные блогеры. Вот именно из-за таких выходов. Я очень прошу всю аудиторию, и мою, и Миша Литвина, и другие аудитории, которые приходят сюда и смотрят, ребят, так делать, б***ь, нельзя. Ну, это ненормально. Понятно, что есть огромное количество претензий, ну, в принципе, да, у населения, там, реакция на полицию, это понятно. Но то, что он пропагандирует и показывает, ну, это уже загранили. И с каждым разом он делает это все жестче и жестче. Ну, потому что, видимо, ну, считает так, да, то есть. Аудитория нравится, аудитория, там, получает удовольствие, она просто смотрит определенное кино. Я абсолютно уверен, что так делать нельзя. Я абсолютно уверен, что это некорректно, и родители детей, которые потом будут попадать в жесткие и тяжелые истории, они, ну, будут не очень довольны и пострадают. Конечно, люди, которые учатся в школе, люди, которые находятся, ну, не окрепший ум, он думает, так, а вот тут, например, они просто витрину выбили, да, а значит, так можно. А если бы они в этот момент, когда они выбивали витрину, ну, кто-то просто проходил, чей-то близкий, там, родной человек. И я на эту тему с Мишей встречался и очень четко объяснил ему позицию. Я с Мишей не дружу, он мне там ни брат, ни сват, вообще, ну, как бы вот просто, ну, есть вот человек такой, Литвин, да, и есть. Значит, он молодой парень, который еще просто недопонимает абсолютно точно, он недопонимает опасность своих действий и не понимает, что за эти действия абсолютно точно будет ответственность. Абсолютно точно. И не понимает, что из-за этого будут страдать все остальные. Ну, это эгоизм какой-то, абсолютно. Значит, именно поэтому я считаю, что, наверное, лучше всего сама аудитория, я уверен, что там огромное количество очень вменяемых нормальных людей, которые могут объяснить и написать, что, ну, чувак, так делать нельзя. Просто нельзя. Какие-то дешевые попытки, ты, получается, на ролике там сначала хихи-ха-ха, улыбаешься, у тебя все хорошо, а потом ты ночью сидишь такой, и до виду еще там что-то кричишь в трубку. Ну, для начала нужно научиться разговаривать, ну, как минимум, да, то есть, если ты, если у тебя есть какая-то претензия, ну, ты приходишь и озвучиваешь эту претензию, да, типа, в чем, что, почему. Ну, то есть, а ты сначала, герой, крутой чувак, выкладываешь это на огромную аудиторию, а потом, а вот кто-то там выложил что-то, а вот кто-то там что-то, кто-то что-то там сделал, да, а вот, типа, там кто-то озвучил, а вдруг меня накажут. Я уверен, что, скорее всего, накажут и за такие вещи абсолютно правильно сделают. Ну, это просто галимая провокация, вот, ну, просто. Люди едут, я не защищаю ее вообще, как в целом, как структуру, ни в коем случае, но, объективно, люди едут по работе, они находятся при исполнении, ты выкладываешь такую хрень, о чем ты думаешь, когда ты это делаешь? О ком? Ты круче стал? Ты стал круче? Ты из пластикового пистолета, из Порша за, там, 10 миллионов рублей в центре Москвы едешь и стреляешь по полицейской машине. Ты крутой чувак? Нет, это не крутой чувак. Это абсолютно не крутой чувак. И это не добавляет никакой абсолютно крутости к тебе, Литвин. Абсолютно. Вот. Ну, поэтому, я считаю, что аудитория должна ему об этом объяснить, и, возможно, он ее послушает. А по этой ситуации я хочу сказать, что таких вещей допускать нельзя. Ну, нельзя. И само общество, само общество интернета, оно должно, ну, как бы, как-то реагировать. Вменяемых людей очень много. Оно должно реагировать и говорить, ну, чувак, ну, так нельзя. Ему уже все говорят, тормози, ну, не безумствуй. Ну, человек не реагирует вообще никак. Ну, когда человек не реагирует, ну, значит, жизнь сама разберется с подобными вещами. Вот, в принципе, моя точка зрения. Вот, она вот такая, она может кому-то нравится, кто-то может с ней согласен быть, а кто-то может с ней не согласен. Я считаю, что именно вот так. Все, спасибо. Высказал свою точку зрения. Пишите комментарии. Кто-то согласен, кто-то считает это плохо, кто-то считает это неплохо. Я сторисы удалил. Очень хорошо, что на них все так отреагировали. И всем стало интересно, что же такое, какой скандал. У меня никакого скандала абсолютно. Я абсолютно ровно отношусь к Литвину в плане как человеку. Но как к блогеру я отношусь очень ужасно. Ну, потому что я считаю, что это полная херня то, что он делает. Ну, в плане вот таких поступков. А в плане контента, неужели нельзя, ну, придумать. Ну, придумал там историю, я не знаю, там, с Мерседесом, да, там, сжег его. Там, хайпанул. Ну, круто, классно, супер. Но потом ходить и рассказывать, а мне там BMW заплатило 100 миллионов. Ну, это ж ***. Ну, люди-то, ну, знающие знают, что никаких контрактов не было. Никто ничего не платил. Ну, в общем, это полная херня. Я все сказал. Всем пока.